Привет, Ютуб! С вами Антон Патрякеев и новая серия по первой виктории за США. Стоять время. Я кое-что проверю. Это просто необходимо. Самая быстрая, отличная музыка. Ну, давайте попробуем. Так. Так. Ну да, вроде что идёт. Этого, пожалуй, хватит. Теперь. Собственно, как я и обещал в этой серии, буду боевать с британцами. А для этого мне нужно понастроить армию. Ладно. У меня есть 51 дивизия, но их нужно быстренько поформировать где-нибудь здесь. Это у меня 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Я их по десятке формирую. Почему? Очень просто. Дело в том, что это резервные войска. Конечно, опыт тех же британцев в войск будет меньше, но они будут регулярными и всему лучше вооружены. У них будет более большая организация и боевой дух. Стоп. Это мои территории. Ну ладно, без музыки. Серьёзно? Какая некрасивая граница? Жуть! Я просто в небольшом шуте от этого. Ладно, продолжаем. Так. Десяточка. Не знаю, что я сделаю. Здесь у меня 5, а вот в Портленд я уже 10 пошлю. Я их потом буду делить. Главное первым делом разгромить британские войска, которые на данный момент имеются. 6, 7. Приколюка заключается в том, что воевать я буду, конечно же, в союзе с французиками. Без этого никак. И приколюка заключается в том, что британцы не смогут все свои силы направить против меня. Не потому, что у них мощный флот, у французов мощный флот или у нас сильной армии. Нет. Дело в том, что британцы будут высаживаться туда, куда ближе. И в высотке они будут проводить земля на территорию французов. И, собственно, из-за этого мне нужно как можно быстрее захватывать британские территории. Для чего? А очень просто. Дело также заключается в том, что... В общем-то... Чтобы вы понимали... С-4. Ладно. В общем-то, чтобы вы понимали, в главной войне тот, у кого больше престижа, ну, среди союзников. Ну, не престижа, а... Рейтинг. У французов он больше. Так что французы будут подписывать миры. Мир в случае чего. С британцами. И посимо, пока британцы будут оккупировать французские территории, мне нужно как можно быстрее захватить здесь территорию, чтобы тоже получить какой-то профит от этой войны. Сколько у меня там осталось? Я просто не считал. 16 дивизий. Это... Что? Я тут думаю, армия по 5 здесь просто. Там... Просто еще так опасно. Знаете, вот здесь по 5 здесь даже сделаем. Это 3, 4, 5. И здесь формирую армию на 10. Сколько тут? 4, 5. Еще 6 остается. А, ладно. Я вас так сформирую. Потом, если что, просто буду группировать. Я просто знаю, что вот отсюда по-любому британцы пойдут жирные, не жирные, но наиболее хорошо комплектованные силы. Они пойдут со стороны Аляски. Какая дивизия в России засела. Форт Юку. Разве что они не колонизировали. Для чего они не могут Аляску себе захватить. Интересно, почему они его не берут. Так, и одна дивизия в остатке. Отдельно она ничего делать не сможет. Так что использовать ее лучше всего будет, собственно. Ну, где-нибудь пока в Вашингтоне посидит. Британцы любят делать высадки именно сюда. В столицу. Как-никак, как исторично, в 1812 году британцы и выиграли англо-американскую войну. Очень быстро просто высадились в Вашингтоне. Разбили флот. Американцев и высадителей столицы. Все, мир был подписан на британских условиях. Так, у меня есть один генерал. Генералов лучше вслать в... А у меня есть два генерала теперь. Генералика лучше вслать в мои мелкие части. Потому что где у меня десятка, они будут выигрывать и без генерала без проблем. А вот мелкие нет. Нють. Вот здесь еще мелкие есть. Ну, давайте бюрократ. Так. Собственно. Пять минут от серии. Пошли. Резервы генштаба, если вы видите. Ё-моё. У меня тут такая конструкция с этим микрофоном. Жуть. Вот так-то лучше. Ну, это не важно. Мобилизованно. Без сырья. Я... Хух. Я тут компьютеру кое-что буду верить. Ладно. Пусть сами поторгуют. Вот единственное. Стрелковое вооружение консервы. Они мне самому нужны. Остальным торгуйте сами. Без проблем. Ну... Так. Ладно. Это потом. Пока что я не хочу. У меня экономика... Ну, выдержит. Но я хочу чуть побольше прибыли получить. В общем. Флотик. Сразу выводим вот сюда. Чтобы... В случае чего... В случае чего помогало. Или... Ладно. Пусть прошли кто не пока поводит. А здесь объявляем войну. Заметьте. Войну. Именно обыкновенную. Не колониальную. Именно обыкновенную. Потому что прикол в том, что... Колониальными у Британии территории считаются только вот эти. А вот это... Это не колониальные территории. Это их обыкновенные провинции. Приколюха, не правда ли? Так что, увы, придется объявлять обычную войну. Престиж минус восемнадцать. Нормалёк. Французов? А-а-а! Ну вы! Вообще французы! Вот вы коварные, а! Вот холера! Тебе британцы все свои войска на меня посылать будут. А-а-а! Ладно, я разберусь. Это не страшно. На всякий случай я пока буду строить флот. Я по... Эти... Это же британцы. Они, в общем-то, страшный народ. Уж поверьте. Не, здесь сотня. Так, вот пока так. Миняполис, Лондон, Атава. Сюда-сюда. В общем-то, у меня какая идея быстренько занять французскую Канаду. После чего он, собственно, со своей силой сконцентрироваться на своих бывших территориях. За одну войну я полностью их не верну. Это, поверьте. Я смотрел по очкам, и я их не верну за одну войну. Если не устрою высадку в Лондоне. А это уж извольте. Я, конечно, умею идти на риск, но... Есть предел бреду, поверьте. А вот это уже интересно. Британцы выделились как-то у меня так незаметно. Хорошо, что они тупые, не догадываются с богами порт использовать, чтобы на юге высаживаться. Они до этого не догадываются. В общем, ты пока поплавай как-нибудь так, проверим, что здесь происходит. А Миннеаполис, ну, оккупируй постепенно. Мне главное как можно быстрее все оккупировать. Французы, конечно, мне уже помогать не будут, но это не страшно, на самом деле. Британцы, в любом случае, опять же, такой искусственный интеллект делает упор во флоте не на транспортники, а на обычный флот. Посему они много сил одновременно не смогут вытаскивать, скажем так. Это что на британцев. Естественно, это огромное преимущество дает мне. Вот, я тут постепенно ченнажей к криперам. То есть, у британцев еще очень большая проблема в том, что у них флот не сконцентрирован. Это такая проблема у всего и существует. К примеру, если игрок, то бишь я всегда свой флот концентрирую в один жирный, но от силы в два флота, это от силы, то они очень любят таскать его просто, ну, на абсурдный на самом-то деле. Части, в общем-то, живут еще там. Но мне-то это только плюс, то есть, я буду пока что провинции с флотом захватывать и их флот уничтожать. Конечно, есть проблема, так как большая часть британского флота все-таки находится в Лондоне, увы, но не страшно на самом-то деле. Так, здесь, это клипера. Я просто не помню, что они здесь означают. Это линкуры, но я помню. А, это транспортники. Ну, все, вообще отлично. Чем больше я транспортников уничтожу? Заметьте, без потерь для меня. Транспортники нужно уничтожать. Массово. Ой, ну вы издеваетесь. Вы сейчас на полном серьезе говорите, что мне приедут свои войска сюда. Ой, вей. Ну, а я просто регулярно и создам соединение артиллеристов и янки в Вашингтоне сформирую. Эти в любом случае очень быстро ничего захватить не смогут. Ну, пока здесь, собственно, ждите. Вообще с британцами еще очень опасно здесь воевать, на этих территориях. Здесь очень быстро истекает от истощения. Так что нужно тоже здесь быть очень аккуратным. Квебек взят. Ну, я буду сюда идти. Там территории дешевые, конечно, но про них забывать не стоит ни в коем случае, уж поверьте. Вы куда идете? Все, да. Ясно. Портлент. Я тут просто там... Так, о, отлично. Провинция с флотом. У них тут показы... Да, я их успел поймать. Но, опять же, в таком виде одни транспортники, заметьте. Одни транспортники нормальных, сил здесь нету. И не даром. Потому что весь нормальный британский флот, он далеко. Но он ко мне навряд ли пойдет. Возможно, но навряд ли. Так что это не так страшно. Сейчас мне... Так, ну раз потер нету, еще раз здесь поплавайте. Просто посмотрите, что там творится. Ой, силы они собрали не маленькие. Тут аккуратно надо. Да, он тут, конечно, прогадал. Здесь их войск не оказалось в большом количестве. Так что разделяю армию. Так, их флота здесь тоже нету. Заметьте, у Соединенного Королевства войск, походу, меньше, чем у меня. То есть даже здесь. Но у них проблема в том, что у них более высокая организация и боевой дух. Ну так как их части регулярные, а у меня резервные. Резервные они хуже. Они более дешевые, но не хуже. То есть вы понимаете, я чисто буду брать количеством, не более. Си, а то я захватил. Попробуем тогда и здесь, что ли, отрезать. Я даже не знаю. Галифакс. Ага. Симко. Ну, есть одна идея. Ну, кто бы сомневался. У меня выборы еще начались. Виннипек и Бисмарк. Ага. Город немецких поселенцев. Поэтому-то он называется Бисмарком. А он уже Бисмарк? Серьезно? Как интересно. Куда? Нет. Ах, хотя там, видимо, придется. Ладно, тогда сюда. Британцы высаживаются, видите. Их это возбуждает, что ли? У вас других идей нет у меня уже. Ну, видите. Раз, два. Отлично. Есть. Так, частично буду их пополнять. По две дивизии. А то у них полностью организация пропадает. А мне это не надо. В Бостоне высаживайтесь. Отлично. Филадельфия есть. Филбекер-стрит я победил. Отлично. Я теперь знаю, куда они идут. И Филадельфия тоже бы здесь победил. Я даже восполнил свою армию. Здесь слабенькие. А здесь уже получше. То есть... Но я большую часть клиперов, конечно, уничтожил. Так что британцы огромные войска не смогут против меня ссылать. Но все же проблемы, конечно, имеют место быть. Наконец-то я уже в Монреале захвачу. Вот видите, как быстро он здесь сразу не теряет опыта. Потому что в бой вступила моя регулярная армия. Да я понимаю, что тут повстанет. Сейчас у меня доокупируют. Виннипек. Майот ясно. Теперь. Да, минус по деньгам идет, но это не страш. А, нет. Вот Вашингтона я вам не позволю захватить. Я тут понимаю, я вас сильно дострою, но не в жизни вы не возьмете Лондон. Вашингтон. Я говорю, Лондон. Как будто вы за британцев играют. А я б не отказывался, британцы – самая мощная нация в этой игре. Я и не против. Нет, вы мелкие придурки в Хартфорд идете. Религиозные опросы. Это дело каждого. Это не мои проблемы. Грузия. Да, интересное название для нынешнего штата Антланта. Так вроде бы называется. Уже хотел сказать Антанта. Кстати, есть такая хорошая игрушка про Первую мировую игру. Про Первую мировую войну. Оговариваюсь. Так, мои дорогие придурки. И так я называю свои войска, потому что они просто никчемные. Да, 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 тут проблемы. Но, да, окружение. То бишь, я их окружу, кто не понял. Так что тут не так страшно. Да, я их очень быстро уничтожаю. Сейчас умеется закончить. Ты пока сюда идти, мой дорогой товарищ. Восполнять пока нет смысла. Кстати, раз я сейчас с французами не воюю, но вместе с ними, я могу воевать сколько угодно. Ну, как столько угодно. Большое количество времени могу воевать. Покуда больше, чем мог бы. Хух. Ну, давайте быстрее заканчивать. Уничтожили экспедиционный корпус. Большой к тому же. Это просто отлично. Вы сюда идите? Отлично. Молодцы. Ой, сразу части эти готовы. Это хорошо. А теперь я воспользуюсь штучкой по названию Мистер Флотик. Чтобы себе время сэкономить. Во-первых, нужно лишить их морских баз ближайших. К тому же я говорю про нормальные морские базы. Не такие, как в этих колониях. А нормальные морские базы. Их нужно британцев лишить. Прямо обязательно. Так что, ну, сначала, конечно, пусть пойдут бермуды. Использовать свою самую большую армию для этого и лучшего, конечно, не стоит. Ну да ладно. У британцев, поверьте, не самые сильные войска. Так что, можно и потерпеть. Мы здесь победили. Это хорошо. Но вы ждете. Вы на бермудах высаживаетесь. Вы идете дальше. А нет, вы здесь ждете лучшем. Ну, пока дальше идете. Да, в принципе, все нормально. Ну, вот это и интересно. Мои дорогие господа, быстрее с бермудами кончайте. О, отлично. Научный прогресс сразу установил. Это хорошо. Сейчас бермуды падут. Быстрее. Спасибо. Титин. Какое гениальное название для города. Не правда ли? А теперь, мои дорогие товарищи. Вы издеваетесь. Хлопушки, колопушки. Оно не мешать. Я из-за вас путаюсь. Стоп. Эта, которая не бежит сюда. Я это понял. Спокам. Прям само спокойствие. О, как не хорошо. У вас огромные проблемы здесь. Четыре из вас я пополню. Хотя здесь вроде нет противника, так что чуть повыше даже. И формирую подразделение. Вот так там. Каждый куда-то будут идти. Это так хорошо. Ваши, вам нужно даже хотя бы сковать. Ой, вот это я конечно понимаю. Британцы... Мощный флотик. Чего могу сказать. А у них только один парусный линкор на жестой эффективность атаки. То есть у них покуда больше, чем у меня. Но их тупо сейчас... У них уже рейдеры появились. Интересно. Ну я их сейчас просто уничтожу тупо количеством. Мне не сложным. Форт Черчилл. Блин, я хочу их флот да уничтожать. Классно. А они сюда убежали. Чё вы стоите как слабоумные. Прикольно. Это... Блин, жалко рейдеры. У них есть рейдеры. Это мощненькие войска. Хочем сказать. Отклоняю. Теперь давайте посмотрим, какой у нас... То бишь у меня. Ведь это я играю. Плюс пятьдесят три диспретации. Плюс пятьдесят три диспретации. Я сейчас жестко рискну, конечно. Сохранив перед этим, мы сейчас посмотрим, насколько они будут сговорчивыми. То есть, в зависимости от того, насколько они будут сговорчивые, я здесь уже посмотрю. Пятьдесят три. Ладно, попробуем выложиться. Они, скорее всего, отклонят, но попробуем. Бейкер-стрит и Сиэтл. Я буду захватывать всё именно по таким... По штатикам, что ли. Вообще, это по провинциям буду захватывать. Для упрощения. Я пока что не особо смотрю на то, что провинция производит. Потому что сейчас мне главное просто оттянуть границу к сорок девятой параллели. А уже потом буду с этим разбираться. Жуть какая. Один штат есть. Дальше. Мизулой Мюррей. Это Кокателло. Сейчас посмотрим. Нашёл. Ладно, сначала те, которые я оккупировал. Либо же вернул, тут не поймёшь. Шейен. Ой, было бы просто отлично вот эту фигню захватить. А кто мне мешает? Галифакс и Сиднея, они, конечно, дорогие. Хотя на счёт Сиднея я не уверен. Но с четыре это многовато. Сорок три уже выбил. Давайте дальше. Миннеаполис. Жалко, здесь нельзя. Как в цивилизациях устраивать договоры. То есть, к примеру, по войне вы даете мне такие-то территории, я вам такие-то. Было бы удобно. Ладно, без Биминджа. Ну, естественно, они отклоняют. Я не сомневался особо в этом, но надеяться, что я. Я на это глубоко надеялся. Так. Придурки, которые ничего не делают. Сюда. Так, британцы мне готовы отдать провинции пять от силы. Я так не хочу сами играть, вы чё. О, да, я их действия сковал. Не очень сильно, но сковал. Это уже хорошо. Наконец-то. Смотрите, кто к ним пришёл в гости. Товарищ из Индии. Мисс Макмейт. Хотя нет-не-не, вы сюда. Но вы продолжаете экспансию свою. Так, да хватит уже. Компромисс. Ну, по-любому компромисс. Мы, война идёт. Тут волей-неволей компромисс выходит. А жалко Я это не против заезжан повоевать Заметьте, но заезжал Но все, пора карать британцев Но их флот я основной разбил, конечно, это хорошо С этими мелкими я могу мир заключить Наши земли возвращаем Что же еще? Сюда лишь отправляемся Сейчас британцы мне новый мир должны отдать Ну все, раз индийцы уже устали от войны Ну точно, она скоро закончится Это насколько можно так долго идти? Извиняйте, что так громко Но я не понимаю, как так можно долго Серьезно, это какой-то бред уже Что вы хотите? Я это не против самим мир заключить Так же сейчас случайно получится Что у меня мир с британцами автоматом заключится Я это не хочу Ну и не страшно Скалывайте их действия Американская партия Ну все, сразу выбер Он первый выбор Произвожу Для чего? В общем, просто Приколюха этой американской партии В том, что это антимилитаризм Я против антимилитаризм Я против антимилитаризма Блин Британцы мир свой предлагают Чтобы понять, сколько Принцов уже готовы отдать Я немножко от этой войны Уже устал Не очень сильно, но устал Проблема с мобильностью У меня, конечно, сильная Ну попробую Вдруг удастся перекинуть Это вообще узко не было В общем, проблема А, знаете, здесь захватывают Что не лень Логично, куда-нибудь сюда Хотя бы эти А, нет, высадятся Да, в общем А, вы уже были Ну, вы понимаете Британцы успевают ВСК туда-сюда отправить Это не есть хорошо Ну, все Давайте уже Мир заключен 64 Ладно Попробую тогда так Я сейчас проверю Если не сработает У меня есть одна идея Очень опасная Но может сработать На самом-то деле Я даже не буду У них Ни катистрала требовать Просто отдайте мне Мои бывшие территории Мне вполне Хватит Пока Так, ладно Вот Самые такие Длинненькие территории Нужно вернуть Так, покателло Покателло Ой, уже полчаса Видео длится Ну да Это же война с британцами Так Нужно выравнивать границы Попробуем Может, что и выйдет Мне вот это Нужно было бы Сразу захватить Я в том плане А, это они уже Не отдадут Тогда смысл От этого Ладно Попробуем Тогда и правда Свои бывшие территории Просто возвращать Миннеаполис Хочу Бе Минджи Мидулут Интересно Они вообще Согласятся на этом Посмотрим Я не поверю Не поверю Те, на сколько Но надеюсь На это Так Да Вот тут выбор провинции Немножко скучный Потому что Здесь нельзя просто Тыкнуть на провинцию И сказать то Что я ее хочу Здесь приходится Их искать Списк Ну Собственно Еще хотели Старая игра Пятьдесят Рискнуть или не рискнуть Давайте До шестидесяти Вот дойду И на еще одну провинцию У меня хватит А давайте Бернадские острова Ровно шестьдесят Хух Ну собственно Момент истины Если сейчас Это не получится Мне придется Быстренько Свои войска Уводить И Лондон Захватывать Что ли Конечно Опять же Это не флот Британии У британцев Другой флот Я смотрел У них более мощный У британцев Остался флот На континенте Так что Дело опасное Будет Ладно Сейчас попробуем Так Клавиатура Ко мне Посылать Приложение Ё-моё Это страшно Так Извиняйся Выдохнул Микрофон Так Ладно Посылаем Приложение Да Хух Они Приняли Ай-вэй Я так Радуюсь Приняли Они Моё Приложение Вы не поверите Насколько Это хорошо То, что Нереально Приняли Моё Приложение Ну и Конечно Я вас пополняю Мои Дорогие Войскам Я даже Бермуду Не хотят На самом-то Деле Я думал Забермуду У меня Это не Получится Но Вышло Ух Это Хорошо Очень Хорошо Собственно Ну да Какая Интересная Граница Я не могу Сейчас Мобилизацию Повышать Из-за того Что У меня Американская Партия Я Не Хочу Ее Это Плохая Партия Вы Че И Еще Эти Французы Наглые Конечно Так 35 минут Серия Длится Ладно Еще 5 минут Французы Отношения Улучшаем С ними Вот Союз Вот с этими Дорочками Не нужен Так Так Пришлось К клавиатуре Подобраться Она Немножко Далеко У меня Тут такая Стойка Для микрофона Специальная Нормальный Оборонительный 95 Плюс Отношения Наверняка Сработает То есть Да Видите Какие французы Интересные То есть С британцами Как Воевать Нак Нет Нет Мы вам Помогать Не будем Выиграли У британцев Войну Ой Давайте Тут жить Какие Интересные Французики Вообще Наглёж На самом Деле Ну Французы Конечно Ладно Ладно Нормально Наконец Нехнологии Пошли Будем Промышленность Качать Чем Проблеме Что Кстати По Этим Сериториями Я не Смотрел Что Здесь Находится В принципе Неплох О Правой Области Нужно Даровать Рыбку Они У меня Готовят И У них Минус Как Агрессивность Идет Хорошо Да Мы Еще Рейдер Должен Зучит В Скором Ремене Я Их Смогу Использовать Да Каким Левым Боком У вас Они Выигрывают 64 64 Поддержки Ладно Ждем 60-х годов Чтобы Веселая Вещь Под названием Я Моя 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 Сейчас Поросмотрим Агрессивность Теперь так Попробуем В общем Ждем 60-х годов Чтобы была Гражданская Война Я Скорее Буду Заезжен Воевать Хотя Не факт Скорее Всего Но Не факт У меня Уже Есть Сохранение Рабства Пока По населению Давайте Посмотрим За Рабства Насколько Народу 23% И Да Это 39 Пусть 9 40 В общем У меня Целая Половина Народа У меня Против Рабства Наша Нация Преуще всего Конечно Какая-то Быстая Либеральная Революция На самом-то Деле Ну Из-за Вас В мои Войска Попались Вообще На Глёж Чистой Воды Так В общем Да На Более-менее Всё Идёт Ой Плюс Механизм Отлично Давай Предвыборную Компанию Вдруг Мне Хотелось Сейчас Выбрать Нужное Я Сейчас Ставлю Нашу Натс Преуще всего Чтобы На Шовинизм Потому Что Будущем У меня Будут Партии Некоторые Появляться С Шовинизмом И Их Их Использовать Они Будут Очень Выгодны Жуть А если Так Мне бы Вообще В идеале Мне Право На Запрет С С С Союзы Ладно Свобода Пресс Ладно Скоро Будет Женская Война Всё Исправится Ладно Собственно Чугунная Дорога В общем Ладно Спасибо За просмотр Надеюсь Серьём Понравилось В принципе Территория Возвращаю Думаю Со Следующей Войны Они Будут Проходить Уже Пол Сорок Девятый Параллель А в будущем Я собственно Планирую Сюхо Надо Британцев Отхватить Главное Как можно Быстрее Пока Британцев Не настроен Настолько Большой Флот Что Мой Даже Ему Сопротивляться Не сможет В общем Спасибо За просмотр Ещё раз Не забывайте Подписываться На канал Ставить Лайк И комменцировать Идём Пока